МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преступлений меньше, уровень раскрываемости выше. Правоохранители края подвели итоги минувшего года и обсудили приоритеты. Тойота опрометчиво решила поспорить за дорогу с трамваем. Подробности аварии с участием электротранспорта и двух легковушек в Краснодаре. В роддом в сопровождении надежного эскорта. Кубанские автоинспекторы помогли роженице вовремя попасть в руки медиков. Краснодарский край признан одним из наименее криминогенных регионов нашей страны. Таковы итоги работы кубанской полиции за 2017-й. Их подвели накануне на коллегии МВД в Краснодаре. Правоохранителям удалось значительно сократить количество преступлений. Кроме того, на протяжении года стражи порядка обеспечивали безопасность жителей и гостей региона во время проведения массовых мероприятий, таких как Гран-при Формулы-1, Всемирный фестиваль молодежи, футбольные матчи Кубка Конфедерации. Оценку деятельности сотрудникам кубанской полиции уже дали на федеральном уровне. Наблюдается уменьшение числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В результате уровень преступности в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу и России. В целом отмечается высокий уровень доверия гражданам к органам внутренних дел Краснодарского края. И высокая оценка вашей деятельности по защите общественных интересов. И это данные никаких там гажерливудных организаций, это ВВД, ВСУ России. Всего за год полицейский край раскрыли больше 33 тысяч преступлений, пресекли 10 попыток контрабандного ввоза наркотиков, изъяли из оборота 51 килограмм опасных веществ, усилили работу в борьбе с нелегальным алкоголем. Сегодня для региона это задача стратегической важности. В 2017-м из-за отравления суррогатом погибли больше 200 человек. Особое внимание. Нами было уделено пресечению закона оборота алкогольной продукции. Выявлено около 300 преступлений в данной сфере, в том числе 45 тяжких составов. Из оборота изъято более полутора миллионов литров алкогольной продукции. Сумма наложенных штрафов превысила 13 миллионов рублей. Поручаю руководителям заинтересованных подразделений, главному управлению и начальникам территориальных органов не снижать эффективность деятельности в данном направлении. Среди приоритетных направлений и борьба с коррупцией полицейские выявили около 400 экономических преступлений. За добросовестное несение службы лучших сотрудников ведомства отметили наградами. Двух любительниц бесплатного шопинга разыскивают полицейские Краснодара. Стильные незнакомки засветились на видеокамер наблюдения. Правоохранители считают, что дамы могут быть причастны к кражам в магазинах краевого центра. Если вы можете помочь следователям найти предполагаемых воровок, не поленитесь позвонить в полицию по номерам, которые сейчас на экране. А в Крымском районе полицейские разыскивают еще одну девушку, но уже по другой причине. Галина Будко ушла из дома 13 января и до сих пор о ней нет никаких вестей, поэтому родные забили тревогу. Ей 17 лет, но выглядит старше у девушки восточно-азиатская внешность, рост 1 метр 74 сантиметра, волосы темные до плеч, на ней были черные брюки, свитер, кроссовки и куртка песочного цвета. Всех, кто знает, где она может находиться, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам, номера которых сейчас на экране. Тойота не пропустила трамвай. Новая авария с участием общественного транспорта в Краснодаре. Дорожный инцидент произошел 18 января на перекрестке улиц Комунаров и Чапаева. Для иномарки и ее водителя все закончилось плачевно. Со слов очевидцев, мужчине потребовалась срочная госпитализация. Машина изрядно помята. Досталась и припаркованному рядом Хенды. Водитель трамвая и пассажиры, которые в этот момент находились в вагоне, не пострадали. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Под Краснодаром на трассе М4 Дон пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. По предварительным данным, 35-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Света возвращающих элементов на одежде не было, а на улице уже стемнело. Первым ее сбил Ниссан, потом налетел ВАЗ. Пострадавшая чудом осталась жива. С тяжелыми травмами ее увезли в больницу. Обстрательство происшествия устанавливают автоинспекторы. Краснодарскую автотрассу засыпало батонами. Хлеб выпал из кузова грузовика в районе Красных партизан и аэродромной. Эти фото выложил в интернет очевидец. Судя по ним, за происходящим он наблюдал сверху и не поленился дождаться развязки. Видел, как у машины на ходу открылась боковая дверь и булки дружно полетели на асфальт. Расстроенный водитель бросил руль посреди дороги и начал собирать товар. Помочь ему вызвались другие автомобилисты, что было дальше неизвестно, но некоторые пользователи соцсетей предполагают, что хлеб с асфальта в итоге попал на прилавки магазинов. Крупное ДТП в Геленджике, немало бед, натворило обезумевшее скание. По всей видимости, у многотонной фуры с полуприцепом отказали тормоза. Первым под ее колеса попала легковушка. От удара Volkswagen врезался в дерево, а большой груз, зацепив BMW и Toyota, протаранил дорожное ограждение. Потом врезался в столб линии электропередач и остановился в стене жилого дома, задев припаркованную рядом Kia. Пострадавших двое, они обратились за медицинской помощью. После случившегося на место ЧП выехали две бригады ремонтников. Одна восстанавливает подачу электроэнергии, вторая – дорожное ограждение. Точную причину происшествия выясняют эксперты. Очередная порция видео с мест ДТП. Расскажем о них коротко, так как подробностей пока нет. В Денском районе, неподалеку от станицы Пластуновской, иномарка на большой скорости влетела в отбойник. Судя по этим кадрам, и дорожному ограждению, и машине пришлось туго. А это последствия еще одного крупного ДТП у наших соседей в Адыгейске. Не повезло БМВ, пишет в комментариях пользователь. В Краснодаре два легковых автомобиля столкнулись на улице Бабушкина. Обстоятельства происшествия устанавливают дорожные полицейские. Продолжим разбор дорожных ситуаций. Далее обзор происшествий, которые за минувшие сутки зафиксировали камеры уличного наблюдения ЕДДС. Зиповская 5. Водитель легковушки всего лишь сдает на машине назад. Покидает парковку и пытается выехать на дорогу. Невинный маневр заканчивается полным фиаско. На Думенкой проспекте Чекистов автомобилист слишком торопит события. В итоге приходится срочно бить по тормозам. Ставропольская Таманская шофер пропускает скорую и трогается с места, не заметив, что на светофоре горит красный. Еще один нарушитель игнорирует красный Надзержинского и Кореновской. Мчится на всех парусах и нарывается на неприятности. Без пострадавших, но серьезная стычка происходит на углу Российской и Черкасской. Кубанские автоинспекторы помогли роженице вовремя попасть в роддом. Дорожное приключение, которое предшествовало рождению сына, родители маленького Степана сейчас вспоминают с улыбкой. В действительности же им обоим тогда было не до смеха, особенно мужчине. Ему нужно было найти выход в, казалось бы, безвыходной ситуации, чтобы помочь беременной жене. Доехали, получается, до поворота на станицу Величковскую. Там образовался затор. Ну, чуть-чуть посомневавшись, я увидел сотрудников ДПС. Решил к ним обратиться за помощью, так как у жены уже отошли воды. Нужно было срочно добраться до роддома. Старший лейтенант полиции Сергей Цибулькин и лейтенант Эдуард Волочай пересаживать охающую женщину в патрульную машину не решились. Но в беде супругов не оставили. Дальше в роддом они ехали в сопровождении надежного эскорта. Услышав звуки спецсигнала и увидев проблесковые маячки, водители тут же уступали дорогу. Торопились не зря. Полина родила малыша уже спустя час после того, как оказалось в руках медиков. Так как наш сын уже был на подходе и ждал, когда-когда я увижу этот свет, нам сотрудники помогли, мы говорим огромнейшее спасибо. Либо, а вдруг сын пойдет по вашим стопам. Спасибо вам большое. Автоинспекторы приехали в роддом еще раз уже на выписку и с букетом, чтобы поздравить Ереминых с пополнением в семье. Благодарный отец обратился к руководству полиции с просьбой отметить экипаж ДПС за отзывчивость. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут. В нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова